Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале. В этом видео мы будем делать заготовку зеленого лука. С учетом того, что это будет вкусная закуска, которая готовится, естественно, она созревает в течение буквально пару дней, но мы сделаем ее так, чтобы можно было хранить ее подольше и использовать по мере необходимости. Закусочка эта называется кимчим. Корейская вкусная закуска из зеленого лука. И применять будем еще дополнительно стрелки чеснока. Кстати, из них тоже очень вкусная получается закуска кимчим. Лук помыли, почистили, соответственно, отобрали плохой, оставили только самые лучшие стрелочки. В рецепт у нас входит лук зеленый, который в объеме 1,7 кг, 7 столовых ложек чили, 7 столовых ложек рисовой муки, 7 столовых ложек сахара, 200 г кунжута, 70 г имбиря, 350 мл соуса рыбного, грамм 400 чесночных стрелок или же головка чеснока, 700 мл воды. Сначала нам нужно подготовить соус. Так как лук длинный, лучше всего его подвязать пучками. Для этого мы делаем вот такие движения. Раз, длинные перышки заводим вот сюда. Все, вот таким образом будем укладывать. Лук уложили. Теперь наша задача залить его соусом. 350 мл соуса. Немножко нужно перемешать. Для этого я вот такими движениями промазываю лук снизу соусом, чтобы он пропитался и внутрь. Оставляем лук на 20 минут. Берем муку, высыпаем и добавляем сюда воды. Муку размешиваем и ставим на плиту и делаем загустение. Натираем имбирь. Чесночные стрелки нужно измельчить. Рисовый кляр остыл. Добавляем сюда имбирь. Затем сюда же перекладываем чеснок, сахар и высыпаем сюда кунжут. Отправляем сюда чили. Чили у меня крупно намолотый. Если у вас нет такого, возьмите обычный красный перец. Все перемешиваем. Лук можно развязать, можно не развязывать, но я развяжу. Берем соус и хорошенечко промазываем полностью лучок. И снова заворачиваем и укладываем. И так каждый последующий лучок обязательно взять снизу, потому что здесь мало попало у нас соусу. Достаем и немножко проминаем. А теперь самое интересное. Я беру вакуумные пакеты и буду наполнять их луком. У нас еще осталась смесь, поэтому будем добавлять понемножку смеси оставшейся. Вот таким способом заготовочки хотела с вами поделиться. Очень удобно. Вакуумируйте салатик готовый. Это очень хорошо дает возможность заферментироваться луку. Он получается очень вкусным. И можно хранить не один месяц. Только лишь отправьте его куда-нибудь в холодное место. В холодильник или погреб. И все. По желанию открыли. У вас готовый салатик, причем очень вкусный. Из зеленого лучка. Всем, кому понравился рецепт заготовочки зеленого лука, поставьте пальчик вверху. Буду благодарна. Всем до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok